И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ребята, вышло наконец-то обновление, которое давно нам обещали разработчики, и именно сегодня, 10 июня, вернее 11, простите, 2021 года, вышло обновление на 3D-кольца. Ребята, честно сказать, перед съемками видео я немножко обозрел, посмотрел кольца на фоне Сатурна, и, честно говоря, я был очень разочарован. Чем именно? Сейчас я вам покажу. Да, конечно, сейчас мы можем все ссылаться на то, что пока что 3D-кольца доступны в бета-версии, а не в полной версии игры, но... Ладно. Но если сейчас вот то, что мы увидим, будет то же самое в полной версии игры, это будет катастрофа, потому что, когда я увидел эти 3D-кольца, у меня кровь из глаз пошла реально. Я даже запинаюсь. Помните то видео, да, где кольца на фоне Сатурна вообще прекрасно выглядят и все тому прочее? Ну, да ладно. В общем, 3D-кольца обновления. Перед путешествием я вам хочу сразу показать, многие, может быть, не знают, чтобы не задавали лишних вопросов, покажу, как увидеть эти 3D-кольца. Вам нужно откатить версию Space Engine в Steam до бета-версии. Давайте я вам сейчас покажу на фоне своего Steam-аккаунта вот ваш Space Engine, правой кнопочкой мыши «Свойства». Бета-версии. Если у вас стоит 0.990.39, 0.9.9.1.1, откатите до Beta Public Beta Brunch. Весит это обновление всего лишь каких-то проклятых 33 мегабайта. Откатили и запускаете свой симулятор Space Engine. Итак, господа, в нашем эфире 3D-кольца. Помните, я вам обещал, что я запущу стрим, когда выйдут 3D-кольца, но... Я настолько разочаровался... Нет, ну, конечно, это здорово, что разработчик нам внедряет в игру что-то новое. Это классно. Это обалденно шикарно. Как я обычно выражаюсь. Посмотрите, кольца стали, конечно, да, намного заметнее. Они стали более такого яркого цвета. Намного, по-моему... Подождите, подождите, подождите. Здесь надо очень аккуратно спускаться, дабы не пролететь. То, что мы с вами сейчас увидим. Более такими насыщенными кольца стали. И спускаемся ниже. Можно немножко ускориться. Движение колец. Помните те самые нити? Теперь мы их не видим. Теперь мы не видим эти нити. Мы не видим вообще сейчас никакого движения, нарисованное что-то. Так. Спускаемся, дабы не пролететь их. Потому что это очень возможно. Я не вижу никакого движения пыли, как это выглядело. Полной версии, да? Такс. Вот это кольцо, интересно, что это такое. В общем, поехали. Спускаемся в 3D-кольца. Не пролететь бы их. Не пролететь. И... 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 И вуаля! Мы попадаем в мир 3D-колец. Оуу, ех! Посмотри, вот... Что это такое? Почему я, когда поворачиваю мышкой, кольца пикселятся? У меня, мой процессор и видеокарты поддерживают полностью игру. Да, конечно, бывает, там что-то не то, но это что-то с чем-то. Почему они пикселятся? Что это такое? Господи! Меня сейчас, честно, вырвет. Боже! Вот они. 3D-кольца. Вот они, камни. На фоне Сатурна. Ну, а теперь включим движение. Так. Поехали. Оу, ех, 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 ех. Оу, ех, 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 что это такое? Я, конечно, понимаю грандиозная скорость, но... Блин, ну не должны они так летать. Ну не должно все так пикселить и все прочее. Сейчас эти камни врежутся, мне кажется, в меня. Ну, может быть, оно так и задумано, конечно, это беточка. Ну, блин. Вот помните шарики? Шарики. Круглые мячики, о которых я вам рассказывал. Их достаточно здесь много. Я все-таки не ошибся. Есть, конечно, какие-то неровные... Эээ... Глыбы, камни, астероиды. Но я предполагал, хотя бы, что можно будет сесть на один из этих камней. Ну, может быть, в моем понятии 3D... Это как-то звучит иначе, по-другому, но... Что это такое? Если полностью поставить игру на паузу и так играть? Ну, хорошо. Кстати, вот про вкрапления, неровности какие-то на астероидах. В 3D-кольцах, да, есть что-то такое. Но как, боже, можно... Вот... Вот сквозь эти пикселя непонятные, вот... Весь этот рой улей пролетать? Может быть, в Вере это все будет замечательно смотреться? Может... Может, мы не привыкли к чему-то новому, но... Я понимаю, бета, еще раз повторюсь. Но что это за край? Что это за край? Так, замедлим еще медленней. Подлетаем к Рою. Подлетаем еще чуть ближе. Чтобы не пролететь, еще... Замедлим скорость. Вот так. Нет, подождите, давайте немножко пониже. Ну, вот здесь, за границей... За границей колец я вижу отдельные камни, которые не в куче в общей находятся, да? А как-то от всех колец отдельно. В зоне видимости, так сказать. Я думал, что они как-то ровным строем все будут летать. Ну, вы меня поняли. Но все-таки есть какие-то отбившиеся камушки. Так, ну... Играть в симулятор Space Engine с 3D-кольцами можно. Можно, почему нет? Но только, знаете... Не запускать режим реального времени. Пролетим еще сквозь весь этот рой. Давайте вот... Вот так. Вот так. Можно вот так. Можно чуть повыше подняться. Да, ну, я скажу, пока что с этими 3D-кольцами только, наверное, делать... Различные красивые скриншоты. Не знаю. Так, ну, давай... Поставим режим реального времени. Да, я понимаю, что в реальном времени они движутся очень быстро. Очень быстро. Возможно, вот так все это пикселит. Каждый отдельно пролетающий камушек, но... Но я вижу и вкрапление пикселей. Ну, как такое может быть, разработчики? Ну, вы что сделали с моими глазами? Как так можно? Боже! Вы убили меня. Вы, честно говоря, меня вот сейчас убили. Как ярого фаната Space Engine, я, конечно, не заброшу игру. Ни в коем случае. Не-не-не-не-не-не. Так, давайте еще мне... Подписчик Дима Тихомиров сказал, что... На каких-то рандомных планетах, по-моему... Газовых гигантов с кольцами... Нету 3D-колец. Ну... Давайте вот прям... Тыкнем на первую попавшуюся звезду... Звезду, да, и... Полетели вот у нас, такая кориогенная озерная аквария с кольцами. Пошлепали. Упс. Тик. Так. Окей. Хотя, по-моему, немножко симулятор стал притормаживать, я тебе скажу. У меня просто сейчас еще запущена программа для записи и все прочее. Так. Ну что же. Давайте ворвемся в рой этих колец. Немножко. Сейчас будем замедлять скорость. Дабы не пролететь все эти кольца. Вы видели, да, как мы максимально осторожно приближались к кольцам Сатурна. Ну а теперь будем пытаться опуститься в рой этих колец. Вот этой кориогенной озерной аквария. Ну и что же, будут ли здесь астероиды, камни? Так, еще немножко медленней. Да, нет, Дима. Да, у этих планет рандомных также есть, посмотрите, также есть 3D-кольца. Так что все работает абсолютно полностью. Ну вот как-то на, вот рядом с этой планетой, креогенной озерной акварии, это все выглядит намного красивее, честно. Но пикселит, вот посмотрите. Ну могло бы оно просто бы не пикселить, а чуть-чуть притормаживать, и все. Больше мне ничего не надо. Какой-то, какой-то баг что ли, что это такое? Камень какой-то вечно летит, непонятно куда. Что это за свет? Так, ладно. Давайте пролетим чуть ближе к планете. Последним кольцам, наверное. Ого, кольца настолько близки к планете. Ничего себе. Классно. Так. Ну пока что да, делать только красивые пейзажи. Скажу так, в планетарии, в симуляторе... Сейчас, подождите. В планетарии, в симуляторе полных версий этого нет. То есть вам нужно именно сделать, как я вам показал в начале видео. Откатить игру до бета-версии. Красивые скрины, однако, получится. Сделаем реальное время. Камушки передвигаются с огромной просто скоростью здесь. Я даже боюсь представить, если сейчас ускорить вообще прям самый высочайший режим времени, что будет. Все очень-очень как-то пиксельно. Блин, ну что это такое? Так. Давайте найдем еще какую-нибудь планету. Последнюю, наверное, я думаю, с кольцами. Так. Вот такая у нас 9А. Криогенная пустынная. Еще одна аквария. Так. Ну что же. Давайте попробуем приблизиться к ней. Приближаемся. У нас тонкий слой колец. Ну, они, да, они, они видно. То есть кольца стали очень насыщенными. Очень такими сгущенными. Так, а погоди. Где камни-то стоять? Стоять. Я пролетел. Здесь что? Ну, я вижу тонкий слой колец. А, вот, вот они, камни. Вот передвижение камней. Какой-то непонятный рой. Для чего надо было так издеваться над Space Engine? Закидайте меня тапками в комментариях, если я в чем-то не прав. Если я где-то в чем-то не прав, скажите мне. Ну, это реально пока что такое себе. Так. Приближаемся к этим 3D-кольцам. В тонкий слой, в тонкий слой, дабы не пролететь. И... А, вот, стоять. Вот. Еще медленнее. Господи. Я так... Я так вообще не попаду в эти кольца, гребаные. Вот. Вот так. Теперь ставим игру на паузу, короче говоря. Значит, это, ну, невозможно. Нет, ну, скажу, что в плане визуализации, да, визуально, как бы, стало намного красивее. Ну, блин, ну, почему они пикселят так страшно? Все-таки это немножко не то, что я ожидал. Вот. Все, ребята, пишем свои комментарии. Что вы думаете, где-то в чем-то, может быть, я не прав. Как вам новая обнова? В общем, подписываемся на канал, ставим пальчик вверх. И помните, друзья, что космос и вселенная бесконечны, и наше путешествие только начинается. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok